Всем привет! Меня зовут Настя Глазунова и в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о трендах весны 2017 года, показав эти тренды на примере вещей из своего гардероба, который я подобрала специально для вас. Поэтому, если вам интересно видео такого формата, продолжайте его смотреть. Первое, с чего я хочу начать, это принты, которые будут модны это весной, так что вам стоит к ним присмотреться. Во-первых, это всем любимый и всем известный горошек. У меня он представлен в виде вот такой вот легкой полупрозрачной блузы. Я считаю, что к такому принту стоит присмотреться, потому что это всегда женственно, красиво, элегантно, и что самое главное, его можно комбинировать с любыми другими принтами. Следующий принт, который будет просто в огромном тренде, это мелкий цветочек. Этот принт буквально взорвал все подиумы на показах, которые проходили совсем недавно, и огромное количество дизайнеров использовали этот принт в своих коллекциях. В моем случае этот принт представлен в виде вот такого простого и одновременно очень красивого платья. Я не знаю, за счет чего оно действительно красивое, возможно, это его детали. То есть у него здесь есть очень красивый бородничок, у него есть завязочки, у него рукава немножечко таким валанчиком, и у него есть потрясающие оборочки внизу. Не знаю, я очень люблю детали на вещах, поэтому потрясающее платье. Давайте я покажу вам для примера еще, что у меня есть в цветочном принте. Это вот такая вот плусочка от Манго. Как видите, у нее принт такой небольшой маленький цветочек, она полупрозрачная, у нее тоже интересный крой внизу, она немножко расширяется. В целом, примеров может быть очень много, так что я думаю, что вы всегда сможете подобрать подходящий для себя. Также хочется обратить ваше внимание на то, что в этом сезоне будет моден цветочный принт в виде розы. Это не обязательно должен быть цельный принт на вашей одежде, это может быть какая-то деталь. В частности, очень будут модные нашивки из розы, если они будут использоваться на каких-либо кожаных вещах. Например, на кожаных юбках, на кожаных джинсах, на косуках. Это будет смотреться очень классно, немножечко так дерзко, но если вам это идет, почему бы и нет. Лично я хочу попробовать на себе вот эту блузу примерить. Мама называет ее цыганочка. Не знаю, пойдет мне или нет, но я ее взяла, так что в ближайшее время вы меня в ней увидите. Следующий принт, который, несомненно, будет актуален, это весной, это полоска. Причем полоска любая, как вертикальная, так и горизонтальная. Лично я выбираю горизонтальную, потому что она визуально удлиняет мое тело. Что касается комбинирования, можно комбинировать полоску и ту, и другую, и наискосок. В общем, сейчас в моде геометрический поп-арт, так сказать. У меня нет примера одежды в таком варианте, но могу показать вам свой любимый пиджак. Обычный, черный, классический, слегка винтажный пиджак. Ему очень много лет, и этот пиджак пришел еще из 80-х. Очень красивый вариант, подходит ко всему. Вот эта вот полосочка придает ему какую-то особую такую изюминку, особую элегантность. Я бы даже сказала, слегка сексуальность. Очень классный вариант, поэтому присмотритесь, пожалуйста, к таким пиджакам. Следующее, к чему я хочу перейти, это факторы, которые будут актуальны непосредственно этой весной. И первая и самая главная фактура для меня, это вышивка. У меня на представленном виде вот такого прекрасного бомбера. Он атласный, и на нем сверху нашиты вот такие потрясающие птицы, какие-то небольшие растения. Спереди, здесь, на плечах, они тоже присутствуют. Я думаю, что увидели этот бомбер у меня не один раз, и меня часто о нем спрашивают. Это бомбер от Aces. В общем, девочки, вышивка будет модна везде. Это не только бомберы, это и джинсы, это и юбки, это и какие-либо куртки, даже пальто. Везде, где есть вышивка, это будет очень стильно, модно и актуально. И самое главное, вышивка на джинсовых рубашках. Я уже видела кучу примеров, где на какую-то грубую джинсовую рубашку нашивают какие-то красивые цветы, и это смотрится очень актуально, особенно на весеннее время. Следующая фактура, на которую стоит вам обратить внимание, это жаккард и парча. В моем случае это жаккард, и это вот такой вот приятненький платье-жилетик. Почему платье-жилетик? Потому что, если его застегнуть, это платье. Под низ я надеваю блузу с акцентом на шее, и получается очень аккуратно. Можно надевать не обязательно блузу, можно надевать какую-то водолазку. А если расстегивать и ходить прямо так, то это цельный жилет. Жаккард сейчас также используется на всех видах одежды, даже на обуви. Я, кстати говоря, сейчас очень часто вижу обувь и с вышивкой, и с жаккардовыми какими-то деталями, поэтому к этому тоже стоит присмотреться. Следующая фактура — это полупрозрачная ткань или вообще прозрачная ткань, мелкая сеточка или очень-очень мелкое кружево, которые были представлены очень ярко в последнем показе от Dior. Если вы видели эту коллекцию, то, девочки, вы у меня поймете, насколько это красиво. В данном случае это вот такая вот блуза. Если поднести руку, то можно будет понять, что блуза действительно прозрачная. Под нее рекомендуется носить красивое кружевное белье. Можно даже носить цветное кружевное белье. Я понимаю, что этот вариант подходит не всем, но если девушки без комплексов, если девушки в себе уверены, почему бы и нет, это будет сексуально, это будет красиво сексуально, в хорошем смысле этого слова. Главное, не переборщить, пожалуйста, с какими-то там дополнительными аксессуарами. Если вы надеваете такую вещь, под нее такое белье, то все остальное должно быть более сбалансировано и менее кричащее, чтобы ваш образ действительно был, скажем так, красиво сексуален. Ну и последняя фактура, о которой я хочу сказать, это кружево. Кружево никогда не выходило из моды, и я была уверена, что это весной оно тоже останется в тренде. В моем случае это вот такое вот платьишко от Asos в прекрасном мятном цвете. Я считаю, что этот цвет очень хорошо подходит для весеннего времени. Платье кружевное, в общем-то, с головы до ног. Могу показать поближе. Вот, ничего особенного. Кружево сейчас также используется везде, в платьях в особенности. Далее, к чему я хочу перейти, это актуальные фасоны. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это валаны. У меня есть две вот такие блузочки. Одну вы уже видели, вторую нет. Ничего особенного, это просто блузочки для базового гардероба, но у них очень красивая детализация. То есть, у них волнистые рукава, у них крупные валаны на передней части, здесь даже на задней. В общем-то, сейчас на всех показах были представлены платья, юбки. В особенности, кстати говоря, длинные цыганские юбки с огромным количеством этих валанов. Конечно же, это мода высокая, это мода не для городов, возможно, смотря где вы живете. Я не думаю, что я когда-нибудь надену такую юбку, но блуза, я считаю, что это просто прекрасно. Далее, к чему мы перейдем, это открытые плечи. Причем это не открытые плечи, которые были модными в том году, когда многие девушки покупали вот такие вот топы, да, со спущенными плечами. Сейчас в моде именно вырезы на плечах. В моем случае это вот такая вот блуза, я не буду ее примерять, я думаю, что вы поймете, как это получается. У нее вот здесь заканчивается рукав, а вот здесь идет вырез. Почему это интересно? Потому что акцент на плечах, я считаю, это такой самый тонкий и самый удачный акцент. Мы не всегда в силу своей фигуры можем открыть руки, согласитесь, или бедра, или даже ноги. И иногда у нас нет такой возможности, но плечи, как мне кажется, это та часть тела, которая не поддается каким-то комплексам. Поэтому если вам хочется придать образу какой-то небольшой пикантности, если вам хочется открыть, немножечко приоткрыть какую-то часть тела, плечи, я думаю, что это тот вариант, который должен подойти практически всем. Поэтому вам стоит присмотреться к этому тренду. Следующее, к чему мы переходим, это цвета, и хочу сказать, что эта весна дарует нам все самое яркое, самые сочные цвета и оттенки. К сожалению, это немножечко не про меня, потому что я не очень люблю яркие цвета, они мне достаточно хорошо идут. Но для тех, кому это подходит, хочу сказать, что в моде будут три цвета. На первом месте стоит фуксия, я думаю, что все понимаете, как выглядит этот цвет. Это яркий розовый цвет, который смотрится на самом деле очень красиво. У меня, к сожалению, нет примера в гардеробе такого цвета, но я покажу другие цвета. Следующий вариант это оранжевый, и у меня есть что вам показать. Это моя новая сумочка, вот такая небольшая сумочка, которую я получила совсем недавно. Почему я выбрала оранжевый цвет именно в аксессуаре? Потому что сам по себе он не совсем идет, и я не думаю, что когда-либо одену цельную вещь в этом свете, но в качестве аксессуара это всегда может подойти. Поэтому если вы боитесь ярких цветов, или если они вам не идут, или вы просто не хотите выделяться вот конкретно в вашем наряде, используйте аксессуары. Это могут быть туфельки, это могут быть украшения, это могут быть платочки. В моем случае это сумка. Я считаю, что это идеальный вариант для тех, кто хочет быть ярким, но не хочет быть слишком ярким. Следующий цвет, который будет моден в этом сезоне, это желтый цвет. В моем случае это вот такая вот желтенькая юбочка из Zara. Она кожаная, это юбочка мини. Кстати говоря, это очень редко встречается в моем гардеробе, потому что обычно я ношу миди. Но этот вариант не очень проиглянулся, поэтому если вам идет такой цвет, вам тоже стоит к нему обратиться. Следующий большой тренд весты 2017 года это металлик. Если вы могли заметить, то металлик был моден и в прошлом сезоне, сейчас он тоже остается очень актуальным. Единственная разница в том, что в прошлом сезоне был моден металлик в трех основных цветах. Это золото, это серебро и это розовое золото. Сейчас, поскольку в тренде яркие цвета, металлик цветной. Самым ярким примером может послужить цветная металлизированная прессированная юбка. Сейчас они в огромном тренде, если вы откроете журналы, вы это сразу же заметите. Поскольку я не очень люблю яркие цвета, я уже об этом сказала, я все-таки предпочитаю более сбалансированный металлик, поэтому я для себя выбрала вот такое вот платьишко. Оно простое, ничего особенно в нем нет, но за счет того, что у него есть вот такие вот небольшие металлизированные полосочки, если вы посмотрите, они совсем небольшие, кажется, что это как будто бы, в общем-то, и цельное покрытие. В общем, платьишко смотрится очень здорово, что самое главное, его можно носить не только в качестве вечернего варианта, в качестве выходного варианта, но и в качестве кэжульного варианта, если сочетать его с правильными вещами. Так что металлик это не обязательно что-то такое, что будет обязывать вас пойти на вечеринку, пожалуйста, помните об этом. Ну и в качестве аксессуара у меня есть вот такая вот сумочка, как видите, металлик серебряный, маленькая простая сумочка, которую я уже показывала вам в одном из своих видео. Чем хорошо металлизированы аксессуары, тем, что их всегда можно отлично интегрировать в любой образ, особенно в кэжульный образ, если вы хотите его немножечко разбавить и сделать более уникальным. Поэтому, девушки, если вы не хотите использовать металлик в качестве одной какой-то цельной вещи, то, мне кажется, аксессуары это будет отличная альтернатива. Ну и последний тренд, на который стоит обратить внимание, это многослойность. Причем многослойность это не просто, когда вы надеваете одну вещь, которая состоит из множества слоев, хотя это тоже включается в данное определение, но и многослойность это прежде всего, когда вы берете несколько разных вещей, разных по цвету, разных по фактуре, или даже не обязательно, чтобы они были разные, и наслаивать их друг на друга. Самый яркий пример это, когда на блузу, на водолазку или даже на свитер надевается платье-комбинация или, возможно, какой-то топ в пижамном стиле, но самое главное, чтобы это было на бретельках. В моем случае это вот такая вот красивая бархатная синяя комбинация, которую я надеваю поверх блузы цвета шампанского, она плессированная, она тоже бархатная. На самом деле это выглядит очень здорово, даже если вам кажется, что это смотрится немного нелепо, вы померите это на себя, и, возможно, вам это понравится. На самом деле, когда я увидела первый раз этот тренд, я тоже подумала, что это смотрится немного странно, но в итоге, когда я надела на себя, дополнила аксессуарами, получилось очень красиво, утонченно, получилось женственно, и, что самое главное, интересно. Поэтому, если вы не бойтесь экспериментов, если вам нравится многослойность, пожалуйста, берите, комбинируйте, сочетайте, и вы будете всегда, в общем-то, в тренде. В целом, это все, что я хотела вам сегодня показать, конечно же, это не все тренды, которые модные в этом сезоне, я показала только самые яркие, и только те, которые мне наиболее всего приглянулись, так что, если вы хотите узнать больше, можете открыть журналы, можете посмотреть показы и найти что-то конкретное для себя. Ну, а я заканчиваю на этом видео, и очень надеюсь, что оно было для вас интересным, поэтому, если это так, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал, и я вернусь к вам очень-очень скоро. С вами была Настя Глазунова, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok